Смотрим. Представляет. Подкаст «Радиомаяк». Племя незнакомое. Вот веселая, наконец-то, мелодия, да, Владислав Александрович? Бодрая, ритмичная, ритмичная, да, некоммерческая, некоммерческая, да. Голосая. Потому что вы начали с дефорста вот этого, да, так сказать, а теперь настоящее искусство от души, от сердца. И, конечно же, Николай Николаевич Миклух-Маклай, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океане, Институт Восковедения Растиська, Академия Наук, основатель и директор фонда имени Миклух-Маклай. Николай Николаевич, очень рад и доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро и очень рад вас слышать. Привет от наших друзей Папуа Новогвенецов. Да-да-да, им тоже большой, так сказать, гран-мерси. Сегодня мы поговорим о том, как одеваются, что едят наши друзья-папуасы. Ну и, наверное, для многих будет открытие, что они называют детей в честь, Николай Николаевич, вашего предка. Это правда? Да, это именно так. Но и не только в честь нашего, мы нашего выдающегося ученого. Вы знаете, чтобы сохранять историю о тех людях, которые были с ними рядом, они называют своих детей именами тех, кого они ценят и любят. Поэтому, если вы отправитесь со мной в следующую экспедицию или просто решите пустить Папуа Новогвене, то я уверен, что там будут и люди, которые возьмут ваше имя. Да, это приятно, это приятно, да. Хорошо. Что касается одежды, Николай Николаевич, мы с вами выяснили, что там, в принципе, жарковато в тех местах, да, а вещи носить надо. Я понял, что вот из одежды у мужчин есть сумка через плечо маленькая, да, где документы, мелочь, да, все дела. Конечно. Вы знаете, если позволите, вот мы благодаря вашим эфирам получили такое количество вопросов на фонд Миклуха Маклая, что не могли бы вы рассказать интересные факты. Можно я несколько фактов расскажу просто о стране, чтобы мы немножко ее представили? Потому что потрясающе. Ну вот вопрос даже простой. Папуа Новогвинея. Почему Папуа, да? А вот Папуа, она происходит от малойского сёва. Папуа – это Курчавый. И именно отсюда и пошло само по себе название. Интересный факт. Также спрашивают, а вот почему языков стало меньше? Было языков 867, а стало 829. Ну, потому что глобализация наступает, и многие начинают уже использовать английский язык в большей степени для языка общения, или Токписин, второй язык. Но все равно это самая многоязычная страна. Интересный вопрос. Вот я просто прямо смотрю вопросы, которые нам отправили благодаря эфиру «Маяка», потому что, я говорю, на следующем эфире мы обязательно это осветим. А какая продолжительность жизни? Сколько же живут наши друзья-папуасы? Вот вы знаете, в 60-х годах 39 лет всего была продолжительность жизни. А сейчас более 60-ти, 63 года. Средняя продолжительность жизни. Достаточно неплохая. То есть в этом плане папуасы молодцы. Ну и если говорить о самой Папуа Новогвинеи, то, конечно же, такие названия, точнее, такие слова, как «уникальный», все это относится к этой стране, не только в части именно самих традиций кримового населения, которые сохраняются. Ну, фактически, многие используются предметы и вещи, те, которые использовались и сто лет назад. Но это еще и огромное биоразнообразие, прошу прощения, заговорки, которое существует только в Папуа Новогвинеи. Ну и по населению мы не представляем, но вообще это 10 миллионов населения. Сейчас была информация 2019 года 8,9 миллионов. Говорили сейчас, что это уже до 10 миллионов доходит население. Ну и это большой, крупнейший, самый крупнейший остров всей океани Южно-Тихоокеанского региона. И на этом острове проживает и в Папуа Новогвинеи, это именно в правой части острова Новогвинеи, больше по численности, чем на всех островах. Островов там порядка 25 тысяч в океане. Это тоже большая интересная ситуация, позволяющая изучать и узнавать об этой стране. То есть мы с вами, конечно, тему поднимаем потрясающе вообще. А вот по поводу одежды, вы знаете, там же тропический климат. Тропики в основном климат в течение года 25-27 градусов. Это может быть различаться 22 градуса в некоторых районах, но делится это в основном на сезоны дождей. И вот май считается самый теплый период. Поэтому, конечно же, их одежда, она должна быть такой, которая позволяла бы им комфортно себя чувствовать, потому что всегда лето, всегда тепло. И здесь традиционно, конечно, одежду они не использовали. То есть это повязки, которые использовали мужчины. А вот сумочки, сумочки, вот те белумы, это необходимое условие. Куда же вещи какие-то можно положить, когда идешь в какой-то поход или к кому-то? Обязательно бетель-нат. Там бетель – это... Нат – это у нас ореха, а бетель – это название, соответственно, самого ореха, который они грызут, разжигают, пробуют. И получается такая вот интересная смесь красного цвета, которая дает хороший тонус. Поэтому в одежде должны быть обязательно элементы, куда же можно будет положить этот бетель. В конце концов, остановиться во время своего похода и посидеть, пообщаться, так называемый ток-ток, поговорить обо всем – это одна из самых важных частей жизни, потому что фактически, несмотря на появление хорошего интернета, гаджетов не так много, посмотреть не так много. То есть, если какие-то новости приходят, то в основном они, как у нас в России на заваленке, люди сидят и общаются, рассказывают какие-то новости. Вот так же наши друзья-папуасы, ну, пускай не повторяют нас, но во многом передают свои истории, свои новости обо всем. Интересно, что, сохраняя как раз имена, вот о чем мы с вами затронули тему, они сохраняют историю об этом человеке. То есть, в этом плане действительно мы как-то смеялись с вами по поводу истории, что я получал достаточно много вопросов, что у меня там есть родственники, потому что их зовут Маклайми, а некоторых Николайми. Как же так? Но связано это не с тем, что есть родственные связи, связано с тем, что они действительно сохраняют историю через имя, которое дают своим детям. То есть, не значит, что он поменяет имя после встречи с вами, но то, что ребенка назовет, это однозначно. И вот здесь вам надо бить аккуратно. Точно предупредите, что это не ваше. Точно предупредите, что это, соответственно, только лишь благодаря этой традиции. Ну, теперь мы благодаря эфиру это знаем, поэтому как бы вы можете ехать спокойно уже, спокойно в длине. Да, нас не проведешь, да. Николай Николаевич, а вы говорите, вот Попоя это курчавые, а они действительно курчавые, что ли? Вьются волосы у всех, как у Джексона? Как у Джексона, однозначно. В юности. Да, да. Вы знаете, ну, они выпрямляют волосы так же. Потрясающе, как, кстати говоря, они их убирают, потому что у них так же растет борода и далее. И я обращал внимание, что они практически не носят бороды, и кожа абсолютно чистая, ну, точно не выбрита, потому что на рисунках, на кухомаках они тоже без бороды. Они берут и маленькую веточку, скручивают этот волос и вырывают. То есть, такую себе делают депиляцию. Да, да. Так что вот, если кто-то вот бреется, пусть он почувствует наслаждение от того, что это мягкое бритье, а по-другому был бы он папа в Новогвине, и родился бы он папуасом. Все, пришлось бы вырывать вот так вот. Нет-нет, ну, женщины лучше понимают, конечно, эту, так сказать, ситуацию, да, папуасскую. Ну, вот у папуасских женщин это не растет, поэтому в этом плане как бы наши папуасские мужчины с нашими папуасскими женщинами, они в этом плане делают одинаковые процедуры, скажем так. Ну, то есть, он живет и караулит волос, да? То есть, как только он отрастет, чтобы его можно было намотать на палочку, он его выдирает. Ну, они модники, конечно. В этом плане я могу вам сказать, почему вот сами по себе вот эти вот уникальные, интересные культуры, это все равно сохраняется и продолжается в их жизни. И несмотря на то, что раньше они, например, раскрашивали волосы или использовали различные натуральные краски, там, глину, смешивали по-всякому, то сейчас приобретают, конечно же, современные красители, да, и все равно используют их в жизни. То есть, на остатки волос, уж извините за такую вот, может быть, неуместную шутку, они наносят и тогда и различную краску. Ты смотри, какие, да, кудесники. Николай Николаевич, а вот орех, с которым они везде носятся, да, он, так сказать, с точки зрения там нашего Роспотребнадзора или когда-то у нас был госнаркоконтроль, он, так сказать, приличная вещь-то, так сказать, ну, как бы... Вы знаете, вот меня радует то, что, по-моему, культурная. Извините, точка зрения Роспотребнадзора и нарконадзора, она не интересует совсем. Вот. У них есть своя традиция, и в этом плане этот стимулирующий препарат многим лучше, например, ну, чем наша традиционная, по моему мнению, опять же, да, то есть это наша традиционная водка, да, которую считают за гордость выпить стакан и показать тем самым, что можешь пить. Хотя это, конечно же, тоже такая традиция в России, которая в большей степени популяризируется. Не так уж много, как мне кажется, по крайней мере, в моем окружении людей, которые пьют, я не очень сильно знаю. Да это все кинематографисты, они там это насаждают нам это все через каждые 15 минут. Сериалы смотрят, что время там бутылку достают откуда-то. Николай Николаевич, а вот что касается пищи, да, ну, этот орех, это как бы стимулятор, да, у них, чтобы они там быстрее бежали, и вообще как бы настроение улучшает им. А вот кушают они, есть у них понятие завтрака, обеда, ужина, сколько они раз в день принимают пищу? В деревнях в основном принимают один-два раза в день пищу, кстати говоря. Один? Да, один-два раза. Да, вы что? Да, да, да. В течение дня, в течение дня, то есть если утром это может быть легкий какой-то чай, они уже пьют. И я могу сказать, что один из излюбленных напитков, если, скажем так, из нетрадиционных, это выпить кофе вот с молоком вот такой, вы знаете, еще и с сахаром. Ужасно неполезное, но когда я в экспедиции, беру постоянно, очень хорошее дает такое, может подсрастить жизнь. Ну, фактически, это, конечно же, в основном превалирует эта рыба и продукты из кокосовой пальмы, все, что связано с бататом, ямсом, это то, что выращивается в ходе земледелия, то есть их огородов, которые находятся вокруг их хижины и недалеко от их деревень. Абсолютно редко используется мясо, несмотря на то, что свинья, это не просто популярно, это, скажем, такая валюта, тот же самый золотой червонец, который можно всегда использовать. Это используется только по праздникам. Поэтому превалирует, конечно же, растительная пища. А как они готовят рыбку-то? Мы же понимаем, что ее же надо как-то это... Ну, может, конечно, и в сыром виде, такие люди тоже имеются. Но вот с точки зрения наших вкусовых предпочтений, вот вы когда первый раз столкнулись с этой народной кухней, ну, вот как вам? Тяжело вам было, Николай Николаевич? Вы знаете, очень легко. Во-первых, легко даже воспринимается все это. Еще, ну, мы сами прекрасно понимаем, по моему ощущению, мясо, оно достаточно тяжелое, тратит энергию нашего организма на переваривание при использовании той же самой рыбы. Они берут ее и просто кидают на сковородку, сковородка современная, и с двух сторон обжаривают, конечно же, с маслом, и все. И вот тебе готово. Безумно вкусно, потрясающе просто. Ну, осьминогу я вам рассказывал, что точно так же жарят, и, разумеется, его разделывают, которые буквально мы в предыдущей экспедиции поймали и сразу съели. А так в основном используют, конечно же, кокосовую пальму, содержимое кокоса, перетирают, делают из него прекрасный соус, и вместе с ним можно, конечно же, приготовить, если говорить из мяса, и курицу, но это достаточно такое нерегулярного использования продукта, потому что он достаточно дорогой. А в основном это, конечно, батат, ямс, это то, что с утра можно съесть, и вроде бы это картошка, как можно сказать, ну что там, сладкие картофели и далее, но если попробовать, вот откровенно сказать, совсем другое. То есть насыщение идет, и в течение дня ты чувствуешь себя достаточно комфортно. При этом удивительно, что меня... Николай Николаевич, а вот вопрос-то. Если говорить о питании, да, то у нас последние там десятилетия озабоченность эпидемии ожирения, да, все кругом говорят, ой-ой-ой, 80% в стране с избыточным весом, дети жирные, ходят по этим фудкортам, ну вот такие же родители, значит, с задышкой там еле-еле ковыляют. Ну, в общем, проблема огромная, да. А вот там у папуасов-то у них как вот с лишним весом? Бывают пузатые? Ну, конечно, бывают. Конечно, бывают. И в основном те, которые уже переехали в города или же, соответственно, занимаются какой-то работой нетрадиционно, да, связанной с землей, да, или какой-то физической нагрузкой. Безусловно, бывают. И, знаете, какое-то время назад и у нас-то считалось, что человек потолще, значит, он побогаче и получше. И вот, может быть, какой-то элемент того, что человек имеет лишний вес в папуановой глине, он не позиционируется как негативный. А наоборот, понятно, что человек хорошая работа, значит, он и ест досу, и вот эти элементы есть. Я был поражен, конечно же, по тому, насколько у них сухие, подтянутые тела, потому что достаточно не так много они используют белка. Это может быть, кстати говоря, одним из направлений следующих исследований для специалистов, да, по этой части. Потому что, ну, вы знаете, что нам надо определенное количество белка на килограмм веса для того, чтобы поддерживать все это дело. Удивительно. То есть они едят настолько мало именно белковой пищи в нашем понимании, и при этом сухие, поджарие, крепкие, никаких проблем абсолютно нет. Вот это, я думаю, что может быть интересным для того, чтобы познать эту часть, как человек может адаптироваться и в новых условиях чувствовать себя хорошо. Николай Николаевич, а есть какой-то определенный традиционный этикет приема пищи? Вы уже говорили, да, что спят они там по отдельности. А вот в плане еды, у нас ведь как бы вот в классической русской семье, да, сначала глава семьи получает, то есть отец, на котором все висит, да, а потом уже, так сказать, по старшинству и потом уже детишкам. Сейчас у нас все перевернуто с ног на голову. Сначала сыночку накормят, да, а потом, может быть, папаше что-нибудь, так сказать, плеснут от щедрот. Да, все это перевернуто. А как у них-то, у папуасов? У них так же, как у нас, но, как вы сказали, в традиционном понимании. Конечно же, глава семьи только первый начинает и приступает к еде, и только потом и дети. Безусловно, и женщина, она начинает в самом конце, если необходимо накормить. Не всегда бывает такое, что они садятся за стол и едят. Конечно же, все это распределяется по тарелкам среди всех, но начинает и самую большую порцию. Это, конечно же, глава семьи или старейшина. Соответственно, в той деревне, в которой есть, он получает, конечно, большую порцию и может, кстати говоря, и распределять. Никто и не смеет ему дать меньше в этом плане. Едят они просто до обжирания, по-другому не сказать. Да вы что? До изнеможения жуют, да? До изнеможения. Вы знаете, можно упасть просто от этого обжорства, которое происходит во время того, как они действительно делают какой-то пир. Двигаться после этого вообще невозможно. Вот вы знаете, и интересная ситуация, что Никух Маклай описывал вот эту смешную ситуацию, когда они наедаются настолько, что даже не могут двигаться. Потому что, видимо, тот вот пир, который они организуют, он не так достаточно релик в их повседневной жизни. И это как праздник. Они уж пытаются взять все свое, а уж тем более старейшины, извините, получившие большую порцию, конечно же, съедают все. И непривычные к такому количеству, к такому объему достаточно трудно потом двигаться. Чтобы из-за стола выползти, они уже применяют силу воли, чтобы съесть все, что там было. Потому что они точно знают, что завтра подобного не повторится уже в их жизни. Да, да. Надо ждать следующего пир. Николай Николаевич, ну чудесные истории. Николай Николаевич Миклух Маклай, основатель, директор фонда имени Миклух Маклая, о папуасах, о друзьях наших мы говорим. Да.